Соединенные Штаты и выборы промежуточные. Обама и демократы борются с Эболой и террористическим исламским государством. А вот республиканцы настроены бороться с агрессией России в Украине. По крайней мере, они так заявляют. О настроении в кабинетах Белого дома и Капитолия поподробнее Дмитрий Еловский. Первым о планах на ближайшие два года рассказал Обама. После проигрыша партии демократов президент, надо признать, выглядел достаточно оптимистично, много шутил и улыбался. Сказал, что готов к продуктивной работе с оппозиционерами, которые захватили Капитолийский холм, но добавил, будут противоречия, готовьтесь. Обама перечислил и основные внешние угрозы Америки. Это исламское государство и Эбола. Про Россию ни слова, хотя еще в конце сентября аккурат между ИГИЛ и опасным вирусом стояла политика Кремля. Акценты сместились и теперь к решительным действиям на Восточноевропейском фронте призывают уже республиканцы. Расстановка сил в Сенате и в Палате представителей скорее всего будет на руку Киева да и всей Украине. Например, место главы Комитета по вооруженным силам, по всем прогнозам, займет сенатор Джон Маккейн. Он известен своей антипутинской позицией, довольно сильным симпатиям к Майдану. Он даже был в Киеве в самый разгар событий. И в своем интервью накануне Маккейн заявил, что добьется таки пересмотра многих позиций внешней политики Белого дома. В том числе и обещал заняться вопросом поставки оружия украинской армии. Комитет по международным делам возглавит тоже республиканец Боб Коркер. Он также постоянно критикует Обаму в вопросах внешней политики за его такую излишнюю мягкость. И тоже считает, что необходимо активнее помогать Украине. Конечно, воплощение всего намеченного займет даже не недели, а, наверное, месяцы. Но, по крайней мере, шансов на то, что Киев, наконец, увидит реальную помощь Вашингтона, становится определенно больше. Сейчас для республиканцев это не только важный внешний политический проект, это еще и элемент борьбы с оппонентами, с демократами. А их, конечно, надо обойти по всем фронтам. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер.